Создаются на ровном месте коробки. Добиться справедливости или бросить работу. 1 апреля дальнобойщики Приморья на митинг против системы Платон пришли с решительными заявлениями. Я машину поставлю, сниму с учета, чтобы налоги не платить. Поставлю в огород и все, или сдам ее на металлолом. Мы всю жизнь с этими колесами, всю жизнь мы за рулем. Всю жизнь с дороги, семья. Без меня дети уже выросли, дочка замуж вышла, сын учится в Владивостоке. Все без нас прошло. Машину уже не продашь, только в металлолом. Кому нужна моя машина будет? Все побросают свои машины и все. На работу никуда не возьмут. Что остается делать? Что остается делать? Повышение платы за проезд по федеральным трассам вызвало возмущение владельцев большегрузов по всей стране. Всю неделю до общероссийского митинга дальнобойщики выезжали на стоячие забастовки, чем вызывали негодование у полицейских. Задержания были по всей стране, а 1 апреля волна недовольств выплеснулась на общественные площадки. Как бы давно, да, вот в России, кто ничего не хотел делать, они выходили на дороги, да, это были разбойники раньше. Ну, с ними был как бы разговор, там, кого садили, кого вешали. В 90-е годы это были бандиты, да, их там тоже половина садили, половина отпускали, непонятно. Сейчас, видать, на эту тропу стало наше правительство доблестное. В начале года планировалось. С 15 апреля тариф на проезд по федеральным трассам для большегрузов должен был вырасти вдвое. С полутора рублей до трех за один километр пути. Эта новость вызвала массу недовольств и статчик. И тогда правительство снизило ставку. Платить придется рубль 91 копейку. Однако таким снисхождением доверия власти все же не добились. Многие уверены, понижение тарифа было изначально заложено в большое повышение. Здесь построены дороги не Платоном, а саммитом. Где-то в Татарстане тоже построено все перед саммитами какими-то. А Платон конкретно что построил? Вот люди не знают ничего. Просто им да, говорят, что Платон построен. А что построено? Вот мне, допустим, любопытно, где мост, где дорога построена Платоном. Необходимость платить правительство объясняет, как компенсацию за ремонт разбитых большегрузами дорог. К слову, в Минтрансе уже подсчитали. Сборы с дальнобойщиков в системе Платон в 2017 году могут составить около 23 миллиардов рублей. К слову, оператором системы Платы является частная компания, 50% которой принадлежит Игорю Ротенбергу, представителю одной из самых не только влиятельных, но и богатых семей в мире. Поэтому выступающие уверены, система была разработана вовсе не в целях благоустройства федеральных трасс. Еще во время первой стачки говорили, что самый выгодный налог – это акциз, потому что машина тяжелая, то есть грузовая. Она везет груз, у нее больше расход солярки, больше, значит, уходит акцизов именно на дорогу. Она идет пустая, она тратит мало солярки, то есть идет уже меньше. То есть идет именно дифференциация, про что говорили, что Платон, система, она не создана для того, чтобы была возможность дифференцировать. Митинг против системы Платон собрал не только тех, кого это касается напрямую – дальнобойщиков и предпринимателей. Перед горожанами выступали и пенсионеры, и студенты. И круг обсуждаемых вопросов рос с каждой минутой. Здесь же говорили о принудительной установке системы ГЛОНАСС и о массовых ограничениях выражения общественного мнения. На площадь пришел и организатор антикоррупционного митинга, который состоялся на привокзальной площади еще неделю назад и вызвал большой резонанс в обществе, потому как, по мнению властей, был несанкционированным. Поэтому собравшихся пыталась разогнать полиция. Естественно, власть это увидела и поняла, что силы разгонять бесполезно. И думаю, что власть решила не бороться силой со своим народом, потому что это не приводит ни к чему хорошему. Думаю, что сейчас власть будет разрешать митинги. Антикоррупционный митинг убедил общественность. К мнению людей прислушиваться будто намеренно не хотят. Именно поэтому даже от митинга дальнобойщиков многие ожидали чего угодно. К митингу подготовились не только активисты. Полицейские ограничили парковку у дома молодежи. Всех входящих в периметр обыскивает полиция. А дальше за домом молодежи отсюда просто не видно. Стоит несколько нарядов ОМОНа. К счастью, вмешательства дополнительных участников общественной акции не понадобилось. Отряды ОМОНа так и не показались собравшимся. А по оценкам самих дальнобойщиков, 1 апреля на митинг вышло лишь 30% недовольных. Остальные звонили коллегам и извинялись. За высказывание своей позиции люди боялись потерять работу. Инна Щедрова, Василий Косилов. Новости на Восьмом.